здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию связать имитацию ручейника который готов уже к линьке мы очень много вязали разных вариантов я сегодня по вашей просьбе как вы и говорили будем вязать более детально и рассматривать варианты замены учитывая то вот я вам покажу у меня имеется вот такой свинец если изначально его взять он немножко не подходит для огрузки нашего ручейника поэтому мы будем сейчас выполнять огрузку несколько другим методом я беру прикладываю вот так вот сбоку не доходя буквально миллиметр до уровня наших глазок и начинаю белой нитью желательно вот так подхватывать наш свинец и стараемся его уложить строго вдоль нашего тела и теперь доходя до того места где мы планируем завершить я беру и вот так на косую ножничками отрезаю опять берем переводим большими витками легче подровнять нам будет сзади свинец чем спереди поэтому и подхватываем опять с другой стороны как вы видите наш свинец лежит строго по бокам я вот приостановлю сейчас отрежем наш свинец лежит вот так ровненько строго по бокам нашего крючка и в то же время не сильно изменяет форму своей толщиной теперь нам необходимо с вами добавить немножечко клея и хорошо промотать всю нашу конструкцию как вы видите вышла вот такая конструкция которая сбоку достаточно плоская а если посмотреть снизу или сверху он имеет достаточно хорошую ширину ту которую как говорится сам по себе ручейник и имеет когда начинает выходить на период линьки нам теперь необходимо будет вот я закрепил кусочек такого пластика желтого цвета желто оливкового цвета если нет можно обыкновенную прозрачную пленку полиэтиленового потом мы ее подкрасим закрепить и теперь нам понадобится с вами еще вот такая обыкновенно желтая нитка я распускал ее непонятно с каких вещей но она ровница то есть мы этой ниткой будем с вами дополнительно еще изготавливать тело для того чтобы мы могли спокойно не обматывать десять раз по одному и тому же месту складываем ее вдвое втрое можно использовать любую синтетическую нить которая будет подходить нам под оттенок оттенок я обычно подбираю всегда так беру немножко даббинг который я буду изготавливать и вот беру вот такую нить она должна не совсем быть контрастной вместе с моим даббингом если вы решите изготавливать его чисто в оливковых тонах подберете тогда себе такую ниточку оливковую и закрепим ее здесь такого ручейника изготавливал как я уже говорил дэвид макфайл чем-то похожий но впервые я его увидел лет 15 назад изготавливал оскар филео очень уважаемый мною вязальщик закрепили оставляем здесь и теперь если есть возможность можно поменять на более тонкую нить нет можно использовать эту же нить теперь мы должны с вами выбрать для себя величину нашего тела там где остановиться в районе грудки и берем как обычно клей ваксу все что у вас чем вы допустим пользуетесь наносим на нить и совсем маленькими порциями стараемся не нагромождать даббинг легкими вот такими касаниями наносим наш даббинг так чтобы была тоненькая тоненькая наша нить мы с помощью ее должны с вами сформировать наше тело поэтому нагромождение у нас не должно быть вот я нанес вот так изготовил даббинговую нить и теперь опуская ее вниз и прокручиваю прокручиваю наш бобинодержатель в одну любую другую сторону какую вы выберете у нас изготавливается вот такая даббинговая веревочка и теперь аккуратно стараясь не нарушить то тело которое мы уже с вами изготовили виточек к виточку наматываем тело нашего ручейника до середины тела как говорится в нас он должен быть почти одной толщины а ближе к грудке он немножко должен у нас расширяться поэтому здесь можно или несколько темнее взять даббинг другого оттенка или же добавим как я вот обычно беру добавляя несколько больше делаю чуть-чуть рыхлее нашу нить но в то же время достаточно плотная чтобы она была и здесь теперь делаем небольшое расширение нашего тела так чтобы оно дошло у нас симпатично до грудки вот приблизительно так нам будет достаточно как вы видите сбоку он имеет одну сверху имеет уже другую толщину теперь нить нам будет несколько мешать мы уберем нить и начнем с вами изготавливать тело теперь взяли в одну руку наши нить которую мы подготовили поставим крючок в удобное положение желательно вот так рукой вся ворса которая нам мешает убрать немножечко ее как бы вниз где выполняем один оборот так чтобы нам было удобно плотненький и теперь наклоняем нашу пленку удерживаем в таком положении мне немножко будет неудобно но так чтобы вам было понятно и переводим нить сверху выполним нашей ниткой буквально парочку оборотов я не переламываю как изготавливали другие вязальщики пленку а обычно обматываю так чтобы у меня она находилась сверху теперь я вот так ее наклоняю проматываю снизу пару оборотов наклоняем ее опять у нас вот так вверх и проматываем здесь сверху пару оборотов опять убираем проматываем снизу переворачиваем нашу пленку и проматываем сверху опять переламываем выполняем парочку оборотов и доходим теперь до крепления нашей грудки буквально один два оборота и теперь оставшуюся нить я проматываю здесь перед переходим к теперь более темной нити я беру черного цвета так как мы уже с вами будем крепить другие элементы я сейчас покажу будем еще дополнительно подкрашивать спинку спиртовым маркером у нас с вами вышла вот такая если будет заметной камера передаст вот такая спинка которую при подкрашивании будет достаточно хорошо видно сегментирование теперь нам необходимо с вами подготовить буквально одно перышко cdc вот у меня имеется одно вот такое перо если нет можно использовать пуховые как вы видите вот середка мне допустим не очень сильно здесь мешает поэтому я беру вот эту часть вот так отрезаю она мне еще пригодится а ровно как у меня вот находится вот мои вот так перья cdc примеряю мои крылышки годятся переходим теперь грудки и и выберем для нас допустим какой мы хотим иметь оттенок я взял ним несколько разные вот здесь блестящий спектра даббинг взял щепотку черного взял немножечко серого и взял совсем немножечко коричневого оттенка даббинга для того чтобы изготовить свою грудку значит грудка у нас должна быть несколько пышнее нашего тела мы ее с вами упростим и она будет почти выглядеть как в природе ну кто видел хотя бы картинку прекрасно знает что у него это даже не грудка а сложенные и лапки и крылышки все вместе мы начали вот изготавливать грудь теперь берем наше перышко стараемся не нарушить сложенные по величине и по длине наши перышки и вот так сразу же я даббингом беру его это перо подхватываю чтобы у меня не было нагромождение материала я сперва вот так на замок проматываю и потом только лишь остатки отрезаю годится если по каким-либо причинам вот как у меня допустим можно посчитать что не совсем достаточно можно взять у меня имеется вот допустим перышки цесарки также можно взять добавить с одной и с другой стороны стороны по парочке лучиков нашего пера но так чтобы длина длина соответствовала длине будущих зачатков крыльев они должны доходить по длине до загиба и в то же время не быть значительно его длиннее с левой и с правой стороны желательно конечно иметь картинку так как он выглядит в природе тогда вам будет несколько легче его вязать примерили длину укладываем с другой стороны и подхватываем как я и говорил мы с вами будем изготавливать несколько упрощенный вариант поэтому вот так как мы с вами сейчас изготовили этого будет вполне достаточно чтобы обмануть нашу рыбу удаляем посмотрели примерили все нас вполне устраивает и теперь уже окончательно следим за тем чтобы не нарушить те крылышки которые мы с вами уложили можно также если у вас имеется и перо куропатки или же допустим перо древесные утки но учитывая то что у меня вот такой цвет я беру в таком оттенке и теперь уже окончательно доделаем нашего ручейника не забудем за усы вот друзья мои мы закрепили с вами усы я совсем немножечко капнул лака на головку и как вы видите он не отличается наш вот такой ручейник от того который был изготовлен совсем в другой технике и совсем с других материалов так как вы просили можно изготовить очень реалистичные похожие мушки используя совсем другие материалы как вы видите достаточная величина наших крылышек которые мы с вами изготовили из немножко других материалов изготовили спинку я коричневым маркером сделал пару точек по полиэтилену нитку не трогал вот и все у нас достаточно контрастная пушистая брюшка за счет того что мы подобрали нити даббинг и в то же время вышла симпатичная спинка благодарю вас за внимание до скорых встреч